Телеканал КРТ представляет Здравствуйте, уважаемые телезрители и зрители канала КРТ. С вами программа ТБУ, где мы разговариваем и дискутируем с лучшими блогерами страны, а также известными политическими и общественными деятелями. В студии Андрей Гожий. Вы, конечно, спросите, куда делся Тарас Низалешко. Увы, вы знаете, какая ситуация в Белоруссии. И Тарас Низалешко включен в координационный осовет белорусской оппозиции как специалист по Майдану. Сегодня мы с вами поговорим с Алексеем Мушаком, народным депутатом Украины, советником премьер-министра, а также специалистом по майнингу криптовалюты, такой как биткоин, ну и еще каких-то там. Я даже не знаю их названия, честно говоря, поскольку человек небогатый. Здравствуйте, рады вас видеть. Да, доброго дня всем, всем нашим глядачам. А вы так просто думаете, что небагатый. Может, вы просто знаете, люди, которые не осуществляют свое счастье. Вы ходите, живете, там, працюете, насолоджуетеся, коронавирусом не хворили. Нет. А теперь вопрос, когда ты перехворел коронавирусом, это погано или хорошо? А он существует? Да, он есть. Есть, но фишка, значит, не в том, что есть биткоин или нет, но все верят, что он там есть, або там частина верит. Так и с коронавирусом. А ты перехворел, все, можешь сказать, что у меня иммунитет на 2 года, как бы куда хочешь, туда приезжаю. А те, кто не перехворел, вот вроде бы лучше, но куда-то они приехали на самоизоляцию, значит, тесты сдают там. Значит, надо, чтобы жена Зеленского на нас с вами начхала, мы поболели бы немного коронавирусом. Знаете, я прихильник того, что в политику семью втягивати не варто. Там, звичайно, питание первой леди, это как бы и политическая история, и не политическая история, но, насколько я понимаю, там паня Зеленская, вона все-таки еще так в политику не зайшла, вона так себя больше ведет, как стримана, або там... Домохозяйка. Ну, вона не домохозяйка, вона не лезет в человеческие дела. Вот вона так... Зато Менделеса шла, я вам намекаю так, подмигиваю. Ну, Юля, ну, Юля, профессионально мы верим в то, что там все происходит, поэтому там посты пише, видео робить, еще что-то там происходит. Ну, одним словом, как и так. Ну, вот вы скажите, как специалист по биткоину, первый раз встречаю специалиста по биткоину. Я читал где-то в каком-то журнале судебном, что Верховный суд наш пару лет назад принял решение, что как бы рассчитываться в биткоинах нельзя за товары и услуги на территорию Украины, а национальный банк, письмо даже написал, где говорит, что это признак финансовой пирамиды биткоин. Вот, смотрите, чему сказал Верховный суд? Ну, как институция Украины, там, где он чётко написал, значит, гривня, это единый засек платежу на территорию Украины. Даже долларами не можно рассчитываться на территорию Украины. Но Розенблат же брал. Слушайте, ну, значит, кто ж его знает, это вопрос как Розенблата. Ну, Розенблат, это же изогнутий лис, рози, ну, то есть там сухой, ну, то есть там окремая история, ну, тут такая тема, но национальный банк спочатку один лист написал, потом сказал, нет, нет, это не это. А взагалі, если мы говорим про криптовалюты и про те, куда оно идёт, а все інше, это очень сильное первосмисление, что такое гроши в целом, да, потому что вот что такое там доллар или гривня, вот у вас сегодня, вот, дивиться, вчера еще там было, умовно, короче, 100 триллионов долларов в свете, а вот сегодня, каждого дня их там стает все больше, ну, потому что там эмиссии... Размножается почкованием. Размножается почкованием, это самое там, насправді, там, фунт, и евро, и другие триллионы уже грошей какого-то вкидывают, и гривня, в том числе, а биткоин там перевага в том, что все там зрозумело, такая, как бы, кількость их там больше 21-22 миллионов, их там суммарно не будет, там, ну, уж, далее пішла дискуссия, добре это или плохое, потому что кількость грошей вона повинна сбільшиваться, как бы, если нет кількости сбільшения грошей, то, соответственно, у вас там грошовый голод отбывается, ну, мол, кричу, товар у вас много, грошей нет, и, как бы, все проблемы... Все проблемы от ума. Да, все проблемы от ума, это, как так сказать, гроши боли, гроши будуть, а зараз грошей нема. Теперь давайте немного о грустном все-таки. Как вам известно, вчера Национальный совет по телевидению и радиовещанию, есть у нас такой карательно-репрессивный орган... Ну, он с регуляторным, в принципе. Да, 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 ну, как-то он регулирует, знаете, не прямой канал с пятым, несмотря на явное разжигание, а регулирует он только, скажем так, оппозиционный канал. Ой, а вы оппозиционный канал? Ну, мы себя позиционируем, как... Так и прямой оппозиционирует себя, что вид оппозиционный? Как канал, который доносит правду. Вот, так, внимание, вопрос к вам. Знаете, даже господин Порошенко, гетьман всея Украины, не додумался закрывать оппозиционные телеканалы, несмотря на свои авторитарные замашки. Вот, скажите, вы считаете правильным не продлевать лицензию телеканалу за какое-то нарушение 15-летней давности? Сейчас человека убьешь, да, и через 15 лет ты свободен, потому что есть, ну, сроки давности. Ну, как это считаете, это придирка или все-таки нацсовет это вот просто света демократии у нас? Ну, первое, с приводу Порошенко. Порошенко, в моем понимании, там, никогда диктатором не был. Порошенко – это купец. Потому что Порошенко завжди... Саакашвили говорил «барыга». Ну, «барыга». Ну, «барыга». Ну, но, смотрите, если мы в темеологию слова «барыга» заходим, то «барыга» тот, кто торгует краденым. Ну, Порошенко, как бы, там, чему, ну, то есть у него там все-таки иншая история, иншая життевая шляпа. Ну, и здесь фраза Прудона «В основе любой собственности лежит кража». Поэтому, как у Петра Алексеевича… Ой, 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 ой. Так вот, все-таки я закинчу думку, как у Петра Алексеевича. Он не был, ну, там, авторитарным лидером. Наверное, когда там хвост арештовал, то это было, значит, запрошение до разговора. Он же такой, вот, например, там есть другие действия. Вот Лукашенко, да, это диктатор, это авторитарная замашка. То есть это посадить, отметелить, все еще, но четкая история. А Порошенко – это всегда такие, как бы, там, домовленности, какие-то там, там, розклады, ночные встречи, все еще. Тому, ну, ну, если в вашей, там, то, что вы сказали, то, ну, там, например, мабуть, ему грошей никто не запропонировал. Вот, смотрите, я не скажу, как было, но, типа, вот, если жить какими-то мифами все еще, значит, должны были запропоновать ему грошей, тогда за звинувачением Саакашвили Порошенко должен был что-то делать. Вот. Но, смотрите, теперь же история какая. Вас же забирают лицензию, точнее, что не продолжают лицензию, не продолжают лицензию при новой насране, которая, как бы, там, была избавлена тоталитарного вплива. И пять нам позаплановых проверок назначили за три месяца. Ну, так это же добре, это спілкувание с людьми, они до вас приходят. И ни одно не провели, и ни одно не провели. А потому что не можно проводить, потому что есть карантин. Ну, давайте так, по вашей истории, это же уже переходить в юридическую площадку. Насколько я понимаю, все-таки, подчас карантину там переверки не могут делать какие-то речения, которые связаны с непродолжением лицензии так, что они должны проводиться после карантину. Поэтому тут есть формальная складывание. И если у вас грамотные юристи, я надеюсь, что у вас грамотные юристи, будем верить в это, то все у вас с лицензией будет хорошо. Но глобально, ну, зачем вам это налаговать? Видите? Чтобы к бабушкам дойти. Ой, бабушки, а что бабушки? Бабушки, они самые активные у нас. Что, избиратели? Избиратели, интересующиеся политикой. Батенька, а вот теперь тут вопрос о телеканале. То есть вы хотите сказать, что вы делаете свой телеканал для того, чтобы там впливать на бабушек, которые там голосуют. Но, смотрите, тогда у вас проблемка, батенька. Потому что вы тогда финансово не самодостатный канал. То есть, по факту, вы должны были бы наступны. Что, чуваки, мы ориентуемся на тех, кто платит гроши. Тому до нас доходят гроши рекламодавцев. И таким чином... Все средства массовой информации. Даже закон о выборах четко прописывает правила покупки рекламы на телеканалах. Да, да, да. Представление это нормальное. В демократическом обществе все каналы так живут. А чего я хочу вас... Подвести. Да. Просто-напросто телеканал, который сделан из-за точки на политический вплив. Такая история, очень широкая. И это проблема всех наших украинских телеканалов. Что они, по факту, zero. То есть, они не самодостатные. Если нет вливания какого-то бизнеса, а этот бизнес должен получать вливание благодаря тому, что он где-то от государства что-то хорошее отримал. Ну, там, не знаю. Роттердам плюс. Плюс-минус. Да, плюс-минус. Да. Или какие-то там квоти на трубы поставки в Россию. Або страшно сказать, как бы, президента своего мое. Або, так сказать, возможность не отдавать деньги. Або кума президента мое. Або кума президента мое. Да. Вот. И все. И эта история, на самом деле, знаете, тупиковая. Потому что потом приходит, что телеканал не мает чіткой такой финансовой складовой сильной. Что-то происходит. Бабок нету. Ничего не мает. Крыши нету. Крыши нету. Значит, янтарь не добиваются. Не добиваются. Не добиваются. Не добиваются. Каких бы там ходили, сказали, что бурштин – это классно, а что там не классно. Все-все накладывается. Тому давайте так. По вашему телеканалу, вообще по свободе слова, воно не бывает без того, чтобы вы были финансово незалежны. А по вашей лицензии, ну, будем сподіваться, что у вас грамотные юристы, которые через суд, как бы, раскатают решения Насради. Потому что я никогда не был прихильником того, что мы что-то забороняли. Если люди, которые смотрят канал КРТ, то, если замість канала КРТ выйдет канал НКРТ с теми самыми историями, то по кругу бігать и всех лицензий забрать. Ну, такая тема. Скользкая. Левая. Вот. Тогда насчет левой темы. Надеюсь, мы не на коммунистов. Они к ночи будут помянуты, говорим. Слушай, ну, зараз все леваки. Особенно Кива. Ну, Кива левак. Ну, так, смотрите. Это святая история. Просто левизна, ну, там, даже Штаты, святочки либерального мира и… И запрос на справедливость. Ну, смотрите. Да, это же инфраструктура справедливости должна быть. А потом, как справедливость может быть, если у вас нет возможностей. То есть, понимаете, справедливость, если вы не можете заработать, реализовывать все и все, это такая справедливость. Относительно. Относительно. Это тонким слоем намазана нищета. Да. Но ревно. В КНДР как? Ну, в КНДР. Все. Какая там справедливость четкая. Есть вождь. Вот он говорит, что все хорошо. Знаете, там же есть реестр. Чего там большие такие фотографии с Ким Чен Йином и всеми іншими. То есть, кто сфотографировался с лидером, тот, как бы, попадает там в реестр відповідный. И у него какие-то там есть блага. Тому, вот, все фотографии, там немає, например, фотография с лидером Кендертом, где он там и один крестьянин в поле. Нет. Значит, він и там 40 этих трактористов, 50 доярок. И там еще… И жизнь налажена. Да. И жизнь налажена. То есть, все счастье пришло до вас. Так, срочно надо с Зеленским сфотографироваться. Вот вопрос к вам все-таки народный депутат. Восьмого скликанья. И радник, до речи, я как колишнего премьер-министра не Шмигаля, а я Занчурком. Був, как бы, я занимался земельной реформой и заголовной экономикой. Вот к вам вопрос следующий. Смотрите. Насчет последней проверки, кстати, телеканала КРТ. Она была назначена, поскольку мы сделали эфир о ЛГБТ. Где пригласили как представителей ЛГБТ сообщества, так и против... А есть организации здесь у нас, которые... Самоиндификация. Да, да, да. Самоиндификация, конечно. Мы обратились в их организацию, они прислали своих представителей. Но веду к следующему. Им, конечно, не понравилось, как высказывались противники. Да, ЛГБТ у нас в эфире. А как? Ну, как-то не толерантно. На еще одну проверку не хочется. Нетолерантно, да, да. Я же человек толерантный, европейский. Нетолерантно. Но суть не в этом. И этим возмутился, знаете кто? Наш уполномоченный Верховного Совета по правам человека. Он написал Кляузу. Или она, или он. Людмила Денисова. Она звучит как овбудсмен. А со феминизма пришли там депутатка, членкиня. Членкиня. Членкиня, да, 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 да. Вот. Так чему я веду? Есть у нас узник совести официально признатной Amnesty International. Никто спорить не будет. Василий Муравьев. Которого, кстати, режим Порошенко судил. И Amnesty его признали даже в госдеп США. Что? Опять Порошенко? Узникам сулеза, да. Не дает порах жизни. Так вот вам очень интересная ситуация. Вот за ЛГБТ, да, уполномоченная по правам человека вступилась. А когда судили Василия Муравьевского, и мне приходят две бумаги. Одна бумага из госдепа США, которая говорит признан узником совести. И от нашего бутсмена говорит, не вбычаете. И вот думаешь, что кто все-таки у нас важнее для нашего государства? А вы від госдепа по якому звязку? По внутричному? Нет, нет. Я вам сейчас скажу, к госдепу обратился Freedom House. Да. Организация. А в Freedom House мы обращались, да. В том числе Freedom House. У нас как бы все прозрачно. Так вот, мы задумаемся, для кого существует украинское государство и омбудсмен? Для ЛГБТ? Или как бы омбудсмен должен всех защищать, в том числе и свободу слова? Телеканал КРТ он не защитил? Давайте, давайте так. По омбудсменам. И по ЛГБТ. Ну, давай, ну, хочет тебя проживать и пройдемся. Пройдемся. Похожней. Только сдержано. Нет, там, дивиться, там, как шо ж уже казати, как бы, передовыми. Вы в Европу ездите? Мы ж не хотим, чтоб нам закрыли туда въезд. Причем туда? Тоди вам треба ЛГБТ и КЮ додати. Вот зараз вони ж так. Вони ж не ЛГБТ и КЮ додати. Это типа которые не определились. Ага. Ну, то есть, от ЛГБТ и КЮ. Вот она вот так. Ну, если вы уже, вот, вы хотите там… Не, надо все по стандартам. Смотрите, да. Если вы за ЗДЕПом так хотите спілкуваться, то вам треба, безумовно, как бы букву КЮ додавати. Дивите, уповноважена справ людини, там, Людмила Денисова, это там хиханьки-хаханьки, но насправді это там достаточно серьезный… Оргар. Да, да. Ну, там, вона може займатися, умовно кажучи, як моряками, які були затримані і арештовані. Вона може іншими речами займатися, а насправді у неї там надзвичайно великий перелік інструментів. Якщо цим займатися грамотно, дуже цей, то вона може дуже пилово бути. Я не знаю ситуацію з паном Василем, що там було, просто дивитися треба розклад, як воно все там було, чому там листи одні і все інше. Ну, дивите, тому, якби, якщо б розбирався, то прокоментував. Не розбираюся, то… Воздержатись. Так, я просто не можу коментувати, то в нічому не розбирався. З приводу ЛГБТ, не то, щоб я розбирався, але скільки там досить таки велика кількість знайомих, вони так чи інакше, якби… Заангажированы. Ні, вони не загаранжовані, ну дивіться. Ну, якщо ви там подивитесь, то в кожній країні, незалежно від того, якби, де вона там знаходиться, є якийсь відсоток ЛГБТ. Ну, воно так є. Слухайте, ну, в мої часи розмови йшла про те, щоб вони все ж таки мали якісь права, як і інші люди, там, в тому числі, якісь побутові права. Женіця, наприклад. Тобто, в лікарню, в реанімацію, коли можуть потрапляти тільки близькі люди. Ну, очевидно, що, якщо там у нас, на жаль, вони не в шлюбі офіційної не будуть, мабуть, в нашій шлюбі. І, там, тим паче, якби, там, історію, що усиновлювати дітей, вони не будуть, це інші речі. Тому вони не мали формальне право, там, бути з людиною, яку вони там кахають, чи в них стосунки. Тому ЛГБТ, там, ЛГБТКЮ, там, це була історія, первинний рівень майнові права, якби, їх підтянути до інших речей. А далі й дискусія про всі інші речі, розумієте, ну, вона вже у світі відбулася. Давно. Тобто, це вже, якби, взагалі, розговорення, що? От, наприклад, про трансгендеру, можна подискутирувати, це, там, топова історія. Опасна, ще буде шестая провірка. Не, ну, там, трансгендера, ну, там, штати, дивіться, штати, якби, от, навіть, там, ну, там, пішли, там, було спочатку, що трансгендера, ну, т.е. трансгендера, це ті, які... Трансгендер, слів з метер. А, да, трансгендера, які поміняли свою стати, вони там мали право служити в армії, і Обама сказав потім, Трамп прийшов сказав, що вони не мають право служити в армії. І, там, у них, там, своя дискусія, вони, там, її ще не закінчили. І, там, в Європі точно вже така історія. Короче, я варіат, це, там, окрема ландка. А про ЛГБТ, ну, давно вже дискусія у світі закінчилася. Тому, там, повертатися до неї, щось там, пережовувати те, що вже десятки разів було пережовано і виплювано. Тобто, закриваємо цю тему. Ну, дивіться, вам краще закрити, це ж у вас, у мене ліцензії немає на віщання. У нас теж вже. Ну, у вас ще є, але вам не продовжило. Так, ми продовжуємо юридическую боротьбу. Так, до кінця цього місяця у вас у нас ще є. Будемо віщати ще. Бачите, як я підготовався. Все добре. Скажіть, а вот давайте к нашим братьям Сябрам поедемо в Минск. Кстати, там сейчас находится и Тарас Незалешко, которого я заменяю. Его включили в Координационний совет оппозиції. Он специалист по Майдану и свергает батьку. Так вот, это такая ремарочка. Скажіть, пожалуйста, Лукашенко диктатор і узурпатор? Или все-таки выигравши выборы, ну, может быть, не с 80%, но 50+, так точно. Как вы считаете? Ну, Тарша, живе Беларусь? Живет, живет. Да. Потихоньку. Да. В мене гри поздайці з цього приводу? Я надеюсь, вони не противопривечат одна-друга. Ну, хто, зараз розберемося. Зараз подивимося, хто ще знає. Здається, що не противоречить. Ладно, зараз пройдемо, это корпусокулярно волновая теорія світла. Да, світло все частиче, чи хвиль. Ладно. То, перше, значит, у каждого народу свій шлях до свободи. У нас він був один, у них там, зрозуміло, якийсь інший. Кожен народ має там право на свободу, на виявлення, все інше. И на Майдан. Да. А теперь друге, значит, з приводу Лукашенко. Є така хороша російська приказка. На сильное мило не будешь. Вот, якщо ти не мило, то все дуже далі складно. Проблема Белорусі, от в чому вона? Вона зараз проблема не в Майдані. Там буде добре від нього, погано буде. Проблема в Лукашенко, вообще… Конкретно в персоні. Ну, дивіться, як навіть символі. Я вам більше скажу, як символі. Чому? Тому що Лукашенко, він просто вичистив все поле. Конкуренції немає. Альтернативних центрів прийняття рішення немає. Ну, то, що ми називаємо безпорядок, але в нас є там декілька все ж таки… Муки демократії. Да, муки демократії. І виходить, що один стержневий хлопець для Білорусі загалом нинішньої. І якщо його отак от бабахнути, то все, як би система шатається. Тобто, якщо, наприклад, Лукашенка прибирати з цієї історії, то він хлопнеться. І це б відбулося для Білорусі незалежно від зараз цих подій. Тому що Лукашенко, він настільки як би вичистив все, що от любий удар по ньому – це вже удар по всій системі. І люба претензія до системи… Ну, можна кажуть, що у нас там жахлива була ситуація в Карелику, наприклад. Але, окей, це вдарило по системі. Десь спроєктували, що ми звіднили когось. Є хтось там шарахнули Авакова. Але, умовно кажучи, по Зеленському це не сильно вдарило. А у нього будь-яка ситуація вже б'є прямо по ньому. Прямо по ньому. І це проблема велика. І якщо з ним щось би сталося, наприклад, десь він би захворів, перехворів коронавірусом, як він каже, на ногах. А не на ногах би перехворів. То все, схлапується річ. А зараз, дивіться, всі події відбуваються не тільки в Білорусі. Навіть там багато США, погрому, все інше. Тому що коронавірус, не кажемо, інопланетян не звезли. Але сам факт, просто наслідки коронавірусу. Зараз ми не чіпаємо наслідки коронавірусу. Економіка пішла в них всюди. Людей затиснули в... Тіски. Інформаціоні. Так. Їх затиснули, вони менше ходять, вони менше зустрічаються. Умовно, стрес у них збільшується. Грошей немає. Ну все. Незадоволення росте. Це незадоволення якось повинно розходитися кудись. В Білорусі немає куди розходитися. Воно одразу вже є про Лукашенка. Ну і в нього, як би, мозгово не вистачило красиво зробити історію. Там, умовно кажучи, я виграв там 55 на 40. Или там на 60. Ну що казати? Ну, як би, так, люди, я вас хочу почути. Як би, ви щось мною незадоволені. Буду мінятися. А він, ні. Говорить, ви предателі, але я вас... Люблю. Люблю, так. Я вас корончий, який вас веде кудись. А що ж ти, друг, можеш кого вести, якщо... Ну, одна справа, якщо було лише промисловість вся, ну там чітка, умовно кажучи, коли ви працюєте від вахти до вахти, там по гудку, от гудок, ви йдете на завод, все інше. Але ж там виникло покоління людей, які вже працюють, умовно кажучи, з нічким графіком. Коли вони там айтішники. Фрілансери разом. Фрілансери. Вони там думають, ну чувак, ну не сухай. І прочая либеральная сволочь. В кавички, в кавички. Значить, сволота... Ну, ви можете українською покидьки. Красиво слово. Ліберальні покидьки. В лапках для Нацради, в лапках. Дивіться, коли либеральні покидьки ви кажете, то покидьок, ну російською чітко, подонок, негативна контаксія. А в українською покидьок, ну це як би і негативно, але... От контексту зависит. Так, але такі як би є і позитивні, як би, десь там нотки такі. Тому, розумієте, коли там ліберальна, або люди, які там звикли мати вибір, ну умовно коротше, ти заходиш в інтернет, ти можеш вибрати там, хочеш на розетки, не називаємо сайт, бо це ж реклама буде скрита, вам ще одному влуплює штраф. Умовно кажуть, що ти заходиш на сайт, вбиваєш там купити халадинник, тобі тисячу пропозицій. Значить, хочеш ресторан, їжу тобі привезуть столь. Долю розселену. Так, ну це ви, до речі, це рекламно займаєтеся. Просто хочу, лічно я. Дивіться, тепер у вас будуть проблеми, тому що ви рекламуєте ресторан. Я живу з проблемами. Ну окей, раз я вас не хвилюю, тоді що ви від мене хочете? Тому, дивіться, а коли ми заходимо, ну наприклад, вам можна казати, що білорусський хлопець заходить, говорить, що президент країни, він відбиває, тому що він там більш російськомовна нація, то все, тільки один вибір. А йому задаються питання, а чому так? А чого не може бути якось по-іншому? Ну якщо я хочу. А виходить, що, значить, що ти хочеш, то ти ж не просто так хочеш. От в Україні це красиво, все ж таки, я знімаю шляпу, це переламило все, що Сорос, Газдеп, все інше. Все повстання, ліберальні покидки, все інше. Але ж в Білорусі, ну дивіться, там посла немає. Там лише є оповноважений в справах в Білорусі. П'ять людей в посольстві, від яких ви отримаєте премії ці повідомлення. Статуси, премії ми не отримаємо. Так, фонда Сороса немає. Ну і це ж показник, що насправді вся наша вже внутрішня дискусія про Соросят, про зовнішнє управління, вона втратила підстави для існування. Тому що Білорусь показує, що, ребята, це є тренд, це є вимога людей. А друга складова, яка для мене, ну от вона мені на серце, по Лукашенко. Тому що вся історія, коли є там великий корм, як зараз хоче Зеленський бути, який приходить і говорить. Зеленський, до речі, в столістиці він повторює дуже Лукашенко. Це в якийсь момент зіграло з ним позитив. Але Клин приїжджає, значить, звісно, з корупції побороть. Мост построять. Мост построять. Все інше, бачите, там Лукашенко, апофіоз цей, найвисокий рівень цієї підходу, він теж тупіковий. Тому що не може системою працювати так, коли одна людина починає все приймати рішення. Вона повинна бути більш геночкіша, муки демократії, як ви кажете. Повинні бути центр різній прийняття рішень. Там парламент повинен нормально працювати. Парламенту завжди легітимність краще, тому що їх там більше. Зараз бешений принтер так класно працює. Ось так, раз, в нашій Верховній Раді. Так? Ну так, раз, і просто видає всі закони. Іноді потім дивляться. При Порошенка такого не було. Ні, от такого не було. Там просто переголосували. Полубіхали. Пацюв, пацюв, переголосували, пацюв, пацюв, пацюв. Ладно. Время, конечно, у нас, увы, подходит к окончанию. Увы, очень хороший собеседник. Щас ми еще посмотрим, что думают о ситуации в мире и на Украине наши колеги-блогеры. ЦТВУ – то блогеры України. Алексей Навалин находился в Томске, сибирском городе, после чего он направлялся самолетом в Москву. Политик прибыл на рейс без опознания, поэтому у него оставалось время для того, чтобы выпить чай или кофе. Очевидцы сфотографировали его с неким стаканчиком в кафе аэропорта. Вместе с политиком была его пресс-секретарь Кира Ярмыш. После кафе они отправились на борт. Там, по словам пресс-секретаря, Навальному стало плохо почти сразу после взлета. Сначала у Навального появилась испарина. Он выпил воды, протерся салфеткой, но ему не полегчало. Навальный попросил своего пресс-секретаря Киру поговорить с ним, чтобы он смог сконцентрироваться на звуке голоса. Ярмыш спросила начальника, поможет ли ему вода. Он ответил нет, после чего самостоятельно отправился в туалетную комнату. Далее из туалетной комнаты или кабины послышались крики, после чего, по словам пресс-секретаря, Алексей потерял сознание. Капитан судна в связи с этим принял решение сажать лайнер прямо сейчас. Его посадили в Омске, это 900 километров от Омска. Кира Ярмыш выступила с заявлением. Навального отравили. По данным СМИ, политику поставили диагноз «Острое отравление неустановленным психодислептиком». Психодислептики – это такие галлюциногены, которые могут вызывать у человека бред. Нарушают психику и могут пагубно влиять и на другие органы в организме. От слуха и зрения до сердца и мозга. Пока официально не подтверждено, что Навального отравили именно этими веществами. Факты, которые известны точно, это то, что он находится в реанимации, куда он был доставлен без сознания. Его ввели в состояние искусственной комы, что позволило подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи Омской больницы номер один оценивают состояние Алексея как тяжелое. На сегодняшний день мы продвинулись в диагностике заболеваний. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Слава Богу, у нас в отделении, вернее в нашем учреждении есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то, чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни. Омские врачи пока не предоставили команде Навального результатов анализа. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира. Плюс также она возмущается, что очень много приехало полиции, хотя ранее в своем твиттере писала, что это она полицию и вызвала. При анимации полно полицейских, они пытаются взять у врача объяснение. Врач увидел меня в отдалении, в коридоре сказал, что некоторые вещи конфиденциальны и увел полицейского в другую комнату. В очередной раз они говорят о том, что режим Путина никого не щадит и теперь целью стал Алексей Навальный. Но опять же таки официальных подтверждений о том, что это было за вещество, было ли это отравление или может быть у Алексея какие-то другие проблемы со здоровьем. В любом случае, понимая политическую ситуацию у северо-восточных соседей, стоит отметить, что Алексей Навальный для Владимира Путина довольно таки удобный оппозиционер. И покушение на его жизнь с политических соображений выглядит очень нецелесообразным. Спасибо, с вами была программа ТБУ на телеканале КРТ, а в гостях у меня был Алексей Мушак. Очень спасибо вам за беседу. Это просто очень активный деятель, народный депутат Украины, советник премьер-министра и специалист по майнингу криптовалют и всех мастей. Благодарю вас. Да, дякую вам. Витание всем нашим ледачам. До свидания. Не переключайте канал, оставайтесь с нами. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.